Команда из Лунского университета в Швеции во главе с исследователями Алехандрой Васкес и доктором Тобиусом Олафсоном обнаружила группу молочнокислых бактерий, живущих в медовых зобиках пчел и обладающих широким спектром бактерицидного действия. «Мы обнаружили 13 видов молочнокислых бактерий, которые производят целый ряд продуктов, сходных по действию с антибиотиками. Такому комплексу действующих веществ инфекции практически не способны противостоять». В ходе лабораторных экспериментов группа микроорганизмов успешно противостояла устойчивым к антибиотикам инфекциям, в том числе золотистому стафилококку, энтерококку и синегнойной палочке. В ходе клинических испытаний ученым удалось вылечить незаживающие раны у лошадей. Для этого использовали смесь меда и молочнокислых бактерий. «Лечение заняло от 8 дней до 3 недели. Все без исключения язвы зажили. Мы все были поражены. Да, мы подозревали, что можем обнаружить какую-то альтернативу антибиотикам, но не ожидали таких высоких результатов». При этом ученые отмечают, бактерицидные микроорганизмы содержат только натуральный мед, а не тот, что продается в магазинах. Но если в стерилизованный мед вновь нести бактерии, они успешно в нем приживутся. В последние годы снижение эффективности синтетических антибиотиков стало серьезной проблемой для мирового здравоохранения. К большинству существующих препаратов штаммы быстро приобретают иммунитет. Новое открытие, возможно, способно дать медикам ключ к решению этой проблемы.